Новозеландцы говорят оружию прощай. Кабинет министров под руководством Джесси Инды Арндерн принял принципиальное решение об изменениях закона. Расстрелы в мечетях, по словам премьера, выявили слабые места в законодательстве и они будут устранены. Политик подчеркнула, что после теракта в край счерчее необходимости поправок сомнений быть не должно. Предыдущие попытки ужесточить закон об оружии потерпели неудачу из-за сильного лобби и культура охоты. Вы можете сдать свое оружие в полицию в любое время. Я видела сообщения о том, что люди на самом деле уже делают это. Я приветствую эти усилия и если вы думаете о сдаче своего оружия, я бы посоветовала вам сделать это. Это нападение стало самым кровопролитным в истории Новой Зеландии. Вооруженный мужчина открыл огонь по прихожанам во время пятничной молитвы. Жертвами массового убийства стали по меньшей мере 50 человек. Через два часа полиция задержала 28-летнего ультранационалиста Брентона Таррента. Полиция считает, что он действовал в одиночку. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве. А вот владелец оружейного магазина Дэвид Типл выступил с заявлением. Мужчина утверждает, что не продавала в Стролицу автоматическое оружие военного образца. Модифицированное, к слову, именно из него были расстреляны люди в мечетях. Оружейник настаивает, что Таррент купил у него 5 единиц и боеприпасы в период с декабря 2017 по март 2018 года. Однако он не заподобил ничего необычного. Он был новым покупателем совершенно новой лицензии, сказал Дэвид Типл о Брентоне Тарренте. МСА, автомат военного образца, который, как сообщается, использовался предполагаемым убийцей, не был приобретен в Ганн-Сити. Ганн-Сити не продавал ему МСА, только огнестрельное оружие категории А. Согласно новозеландскому законодательству, оружие категории А может быть полуавтоматическим, но ограничивается семью выстрелами. Однако на видео с места происшествия видно, что в руках боевика полуавтомат с большим магазином патронов. Эксперт Филипп Апельс утверждает, что огнестрельного оружия среди 5-миллионного населения островного государства насчитывается полтора миллиона единиц. По новозеландским законам обзавестись боевой игрушкой можно уже в 16 лет. Причем смертельное орудие вовсе не обязательно регистрировать. И самое главное, покупать огнестрел можно в неограниченном количестве. Пока в стране идут жаркие споры, обвиненный в массовом расстреле. Австралийц отказался от защиты, но суд назначил дежурного адвоката Ричарда Питерса. Ируист признался, ему пришлось отложить в сторону эмоций и взяться за дело. По его словам, обвиняемый не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Мне не показалось, что у него есть какие-то психические проблемы или умственные отклонения. За исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается. Новая Зеландия все эти дни скорбит. Сотни учащихся собрались вместе, чтобы зажечь свечи и помочь друг другу справиться со страхом, охватившим город. В знак солидарности они обнимали мусульман. Меня каждый звук пугает. Все теперь пугает после произошедшего. Жизнь не будет такой, как раньше. А потом в память о погибших по традиции коренного народа, маори, исполнили танец хака. Это способ отдать дань жертвам нападения в Крайсчорче. В суде, впрочем, оказался не только Брэнтон Таррент, но и 18-летний подросток, которого обвиняют в распространении прямой трансляции с места бойни. Он также разместил фотографии одной из атакованных мечетей. Ему грозит максимум 14 лет тюрьмы по каждому пункту. И сегодня судья отказал ему в освобождении под залог. Продолжение следует...